Так, ну что, ребят, всем привет. Рассмотрим, получается, прошедшее IDO от Polkastarter и стоит ли в них инвестировать. Рассмотрим первые 50 проектов. Если хотите продолжения, жду 50 лайков по данным роликам и продолжаю. Если не будет, ну тогда не будет. Вот, инвестируют они, соответственно, в DeFi сектор с UR2,1%. Кстати, подробный разбор данного проекта Pulse есть у меня на канале, поэтому можете глянуть. Перед этим он выходил, скорее всего. GameFi сектор у нас, получается, 28%, блокчейн сервисы 16% и другие проекты 14%. По поводу топовых проектов, как мы видим, также на CoinMarketCap у нас имеются данные IDO. Ну и переходим сразу к делу. Первая монета Супер, опять же-таки, подробный разбор либо вышел, либо еще выйдет на канале. Но если вкратце, то на данный проект забили болт еще с 2021 года, я так понимаю, судя по всему, с декабря. Хотя последние посты там были в Твиттере в 19 мая. Ну, как мы видим, 3 месяца уже ни ответа, ни привета. Поэтому после разлоков сейчас даже инвесторы у нас получают около пары иксов. Поэтому, скорее всего, данный проект уже с камина. Но что поделать. По поводу... Что-то у меня подлагнуло. Сейчас еще раз нажмем. CR Network. Я делал отдельный разбор на канале. Но если же сейчас глянуть, стоит ли в него вкладываться, я считаю, что нет. Потому что его тоже сливают после, я так понимаю, пресейлов. И, судя по всему, проект уже хана, что называется. Поэтому переходим к следующему. По поводу ERN. Там тоже были подробные разборы у меня на канале. Проект, да, там продолжает развиваться. Есть там какие-то новости. Но иски сверхвысокие. Потому что, как мы видим, сейчас оно подгрузит. Вот, видите, получается, его постоянно сливают. И, по большому счету, смысла лезть нет. Да, имеется такой нисходящий канал. Сейчас оно еще подгрузит. Но, по большому счету, тут какие-то мимолетные отскоки на пару иксов. Но, опять же-таки, такие шаровые. Если вы закупали выше, то вы херпой не выйдете. Поэтому пампы основные были. Ну, может быть, на бычьем рынке он себя и покажет. Но, пока что, из того, что я вижу, как мы видим, да, нисходящий канал. Да, может потом выстрелить, хоть там, считай, на 10x. Но, не знаю, я бы обходил стороной. Если хотите, то как сверхвысокий риск можно зайти. Я знаю, что эта платформа связана там с NFT, с какими-то там футбольными матчами, командами. Ну, в общем, подробный разбор был на канале. Но я бы избегал данного проекта. Потому что, реально, риски сверхбольшие в этих проектах, которые проводили при сейл. И, как мы видим, их активно тупо сливают, да и все. Wilder World, давайте глянем, если в него смысл заходить. И потом перейдем к остальным проектам. Там их около 50 штук. Вот, поэтому, не знаю, что-то подтупливает инет. Никак он не наладится. Ну, как бы, не все от нас зависит, как говорится. Ну, как мы видим, тоже данный проект сливает. Похожая ситуация, как по ERN. Но, поэтому, тоже, обходил бы стороной. Скорее всего, свое он уже отыграл. По поводу проекта сайта. Давайте глянем. Сука, что ж оно так долго грузится? Это просто жесть. Ну, тоже, как мы видим, смысла лезть нет. Это аналогичные картинки по всем практически проектам. Поэтому, я бы тоже не лез бы. Дальше. NGM. Давайте глянем, есть ли смысл лезть в него. Ну, вообще, проекты, как вижу, высокоисковые. High State тоже меня часто спрашивали, типа, стоит ли лезть или не стоит. Ну, я сказал, что не стоит, потому что все вот эти высокоисковые проекты, как мы видим, их по большому счету закупили на IDEO, слили и все. Проводятся разлоки, они их тупо сливают, сливают и смысл заходить вообще никакого не имеет. Сейчас оно подгрузит, я не знаю, ну, люто тупит интернет, вообще очень полюто. Ну, как мы видим, тупо слив тотальный. Поэтому, ребят, лучше внимательно посмотреть на график. Если вы не соображаете, ну, у меня, в крайнем случае, даже бесплатно в личку можно спросить по поводу какого-либо проекта. Понятное дело, что все проекты, если я буду разбирать, что меня спрашивают, я заколебусь их разбирать. Поэтому имейте это в виду в том числе. Потому что, ребят, ну, если каждого проекта разбирать, то это жизни не хватит. Поэтому проектов этих очень много, постоянно они листятся, там, постоянно какие-то новые там создаются. Но, по большому счету, 99% проектов это тупо обычные щитки, которые никогда в жизни не выстрелят. Поэтому нужно это адекватно понимать и не питать каких-то иллюзий. Не знаю, High Street почему-то не подгружается. Ну, аналогичная ситуация, как видите, тоже его сливают. Поэтому смысла никакого не имеет. Вот, давайте глянем в следующий проект. Это у нас Shift Network какой-то. Сейчас посмотрим, есть ли смысл у него. Нет, тоже сливают. Ну, то есть, видите, все вот эти проекты после IDO. Да, есть, которые выживают, и много проектов тоже было. Тот же там Curve Network, CRV, да, и многие другие. Понятное дело, но таких проектов, по сути, там, на пальцах одной руки, там, либо двух рук максимум можно сосчитать. То есть, их, по сути, там, 1-2%. Остальные все, они тупо сливаются. И как только у инвесторов, либо, там, у тех же обычных людей проводятся разлоки, да, частных каких-то инвесторов, то, в целом, как мы видим, смысла большого нету, потому что они их тупо продают, да и все. Ну, вот тот же OpenOcean, тоже, по-моему, площадка, которая предоставляет услуги по IDO. То есть, вот эти все площадки, которые предоставляют их, то их обычно сливают, там, IDO, Paysale, там, какие-то прайм-листы и так далее. То есть, их обычно сливают. Ну, хобби, токен, опять же-таки, то речь отдельно, но он биржевой токен, поэтому имейте это тоже в виду. Поэтому ориентироваться на это, что его там тоже сольют. Ну, вы скажете, слили, ну, так сейчас медвежка, на секундочку. Вот, поэтому, и, опять же-таки, это может быть слив просто для того, чтобы для отвода глаз в моменте и негативные новости подогнать, что вот там 60% акций продает там такой-то владелец компании и так далее. Все там чуть ли не скам данной биржи. Ну, не знаю, я сильно в этом сомневаюсь, поэтому посмотрим. Даже если скаманет, опять же-таки, ребят, помним основное правило. Одно из основных – это диверсификация. Вот, и помним про риски. Ну, про остальные проекты, видите, я даже ничего не озвучиваю, потому что, ну, по большому счету, видно, что они сливаются, и смысла заходить нету, они давали иксы на бычьем цикле, а на следующей бычке они либо вообще не восстановятся, либо, если и дадут, то как-то шарова, поэтому, ну, я рассчитываю на системный заработок, да, а не на какую-то шару. Ну, кто-то скажет, что, типа, крипта – это казино. Ну, казино, если ты не хочешь разбираться и не хочешь тут как-то думать, да, включать мозги и, соответственно, разбираться в том же, там, теханализе и так далее. Хотя есть сторонники того, что теханализ не работает. Ну, ребят, как не работает, если я на этом зарабатываю уже практически третий год подряд, и, соответственно, все это работает. И плюс даю рекомендации и консультации в закрытом клубе том же и бесплатно на Ютубе, и многие по моим рекомендациям зарабатывают. Вот, поэтому, понятное дело, на каких-то проектах даже я там теряю, и могут потерять те же люди, которые следуют за мной, но, ребят, ты не можешь предугадать 100% по-любому из проектов. Вот кто мог предугадать, что та же Терра Луна скаманет? Самый показательный пример. Да никто, никто абсолютно. Ни Крейл Эванс, там, ни многие другие блогеры, ни я там. То есть никто этого не ожидал, что биток потом сольют на 35, а то и 30 тысяч долларов. Поэтому, ну, об этом рассуждать и, типа, говорить, что вот все должно выстрелить. Да не выстрелить все, для этого и нужна диверсификация. Но максимально приближенные к выстрелу проекты, там, и так далее, максимально перспективные. То есть вот такое говно, которое мы сейчас смотрим, видите, вот эти все проекты, что сливают, я вообще их не отбираю. То есть я могу какой-то, может быть, из этих проектов 1-2 отобрать, но перед этим надо перешерстить кучу проектов, чтобы действительно найти что-то стоящее. Как я говорил, их 1-2%. А по большому счету сидеть и инвестировать, ну, в каждый из этих проектов смысла не имеет, потому что, да, может быть, шаровые пампы, возможно, но, во-первых, когда он будет, непонятно. А во-вторых, ну, проще тогда, если вы не хотите заморачиваться, либо вообще не инвестировать в крипту, либо инвестировать в какие-то топовые монеты по типу, там, битка, эфира и так далее. Но и то, там гарантий нету, понимаете, что они даже не соскамятся. Поэтому нужно это адекватно понимать. Поэтому, ну, если вы не хотите разбираться, хотите просто пойти, там, на халявку по БРМу заработать, то тут такого нету. Нужно разбираться, нужно вникать, либо, соответственно, приходить в комьюнити чье-то, не обязательно мое, там, либо работать с ментором, там, и коучинг брать, обучение, там, и так далее. Поэтому платное, бесплатное. То есть нужно разбираться, нужно разбираться, нужно нарабатывать свои, там, 5-10 тысяч часов. А если просто вот так вот сидеть и ждать какой-то эфемерной халявы, ну, я считаю, смысла нету. Поэтому я почему болтаю и обсуждаю, потому что я даже смотрю на проекты, я вижу, что, по большому счету, все из них, практически, что мы смотрим, они перспективы никакой не имеют, потому что они показывают какие-то шаровые пампы, а потом их тупо сливают. Поэтому, ну, такие проекты, как видите, они, самый прикол, они не восстанавливаются на те отметки, даже на отметке листинга. Ну, многие скажут, что вот сейчас медвежка, все дела. Но если посмотреть, они год уже падают, видите, и даже на бычке они там пытались что-то восстановиться, но вернуться к тем же минимумам или максимумам они не смогли. К сет тоже самое, нет смысла лезть. Ну, видите, после пресейлов тупо их сливают, да и все. Поэтому я же, большинство из этих проектов, это шлаг полный. То есть заходить смысла никакого не имеет. И, блин, меня еще раздражает, и мне, короче, ноутбук греется, ребят. Вот если кто будет брать ноутбук, я уже на стриме озвучивал на прямой трансляции, что ноутбук я взял Acer, да, то есть такой здоровый ноутбук, не помню модель, как называется. Хотя, несмотря на то, что у меня Intel Core i5, у меня Nvidia, там 2 гигабайта видеопамяти, также у меня там где-то 8 гигабайт оператива, и все равно, то есть где-то 4-ядерный процессор, насколько я помню, и все равно не тянет, все равно не тянет. И, ну, тоже Titan, тот же самый, нет смысла инвестировать RPG. Давайте глянем дальше проект. Ну, то есть я понял, что сейчас ноутбуки какие-то сами по себе говняные, то есть неважно, вы там берете технику Apple, либо там многие, ну, может быть, есть исключения, но по большому счету ноутбуки, они, во-первых, зарядку нихера не держат, они держат зарядку максимум там 2 часа, по сути, с интернетом включенным. Без интернета, ну, максимум часа 4, то есть что это такое? Вот, это первое. Второе, они греются, то есть у меня сейчас запущена вкладка вот это вот, вот это и все, то есть и OBS. И у меня ноутбук уже греется просто жесть, он горячий, реально по-жесткому, и плюс, соответственно, он еще и лагает, понимаете, может лагать в моменте, несмотря на то, что вот такие вот хорошие характеристики, то есть может быть не самый топовый ноутбук, но один из топовых, и в целом, если в игрушках тоже играть, он начинает греться, и даже на каких-то средних настройках или даже низких он может лагать, хотя игрушки могут быть даже по себе особо нетребовательными. Ну, короче, то же самое, вот этот проект Rangers, тоже нет смысла инвестировать, давайте полк дальше. Я не знаю, я досмотрю сегодня, либо нет, потому что у меня лагает ноутбук, у меня лагает инет, походу не судьба да записать этот ролик, ну давайте попробуем. И, кстати, что самое интересное, как мы видим, данные проекты у нас были, залистились и привлечены бабки еще в 21-м году, как мы видим, либо в начале, либо там в середине, либо вообще в 20-м году, и как мы видим, все их сливают, и по большому счету на бычке, там, которая была у нас началась с конца июля, ну, максимум в августе 21-го года, а потом осенью, когда у нас были пиковые отметки в том же ноябре, то данные токены вообще нихера не сделали, они там немножко подскочили, но по большому счету, видите, там, май, там, что еще, вот здесь вот декабрь, ноябрь, видите, их тупо сливали, да и все. Ну, то есть, да, они показали вот здесь этот памп, ну, может быть, некоторые из проектов, как этот, допустим, но по большому счету остальные их тупо слили тут за дно, и какой-то, я не вижу дальнейшей перспективы по ним, сливают, и, ну, то есть, по большому счету, ну, эфириум пуш я смотрел в других роликах, там тоже смысла нет заходить к нему, дальше какой-то килл у нас проект, никак не подгрузится, то есть, по большому счету, те, которые, ну, были, там, IDO у них, ICO там и так далее, вот эти все пресейлы, то есть, они по большому счету затухли, и смысла заходить никакого не имеет, я не знаю вот почему, но, скорее всего, потому что киты заработали на пресейлах, и держать они не планируют, поэтому, ребят, видите, до задницы абсолютно, это вся технология, киты заходят чисто спекулятивно, то есть, зашли, закупили, заработали, окей, не заработали, ну, окей, у них есть диверсификация, и, там, миллионы, а то и сотни миллионов долларов, или даже миллиарды, чтобы заработать на других проектах, поэтому они тоже не заморачиваются, они тупо заработали, да и все, а сидеть вот это, выцеживать, и, типа, каждый проект, там, сидеть, разбираться, что, типа, вот, давайте будем смотреть фундаментал, там, следить за новостями, да я вообще могу на график глянуть и все, и заработать, то есть, я зарабатывал и давал рекомендации в том же закрытом клубе, тупо по теханализу, вот и все, и понимание психологии, понимание рынка, и все, и не нужно никакого, там, изучения фундаментала, я фундаментал вообще не смотрел, то есть, вообще, практически, максимум, что я смотрел, это, может быть, токеномику и какие-то аспекты по поводу капитализации и объема в день, все, и то, как бы, эти показатели, вы должны понимать, что там нарисовать можно все, что угодно, но, если там вообще какой-то лютый тухляк, то, естественно, если там какие-то объемы в пару тысяч долларов, то, Естественно, в проект нет смысла лезть И надо смотреть, какой он, хотя бы, чтобы он был Ну, как минимум, не больше, чем За топ 100 CoinMarketCap А в идеале там топ, ну, если Вообще прям какие-то лютые, не за топ 1000, а то и топ 500 Но в идеале в топ 100, чтобы там в топ 200 В топ 300 входил, ну, максимум топ 500 Это потолок, а остальные, ну, как бы смысла Заходить не имеет, в общем, ребят, не знаю Я, походу, не получится у меня завершить Ну, давайте я попробую, конечно, ну, сука Не грузит этот Сайт, почему-то, и, как мы видим, здесь объемы Уже такие более мелкие пошли, ну, где-то более мелкие Где-то более большие, ну, как мы видим Монеты тоже здесь сливаются Я много, знаете, бесплатно простых вещей даю Я знаю, что этот ролик, может быть, много не наберет Ну, сколько тут будет? 1000-2000 просмотров Потолок, но Те, кто услышит мои ценные мысли какие-то Тот поймет, как зарабатывать на этом Крипторынке и как, соответственно Зарабатывать сверхприбыль Ну, а кто, соответственно, просто так вот, знаете Типа, ой, этот ролик я буду смотреть О, топ криптовалют я посмотрю, а это нет Ну, такие люди, понимаете, они ищут постоянно Какую-то халяву и думают, что есть Какая-то одна-две монеты Я-то даю бесплатно какие-то перспективные монетки Но, по большому счету, вы могли бы уже давным-давно Либо присоединиться ко мне там В сообщество, либо к кому-либо другому Взять какие-то перспективные монеты, проинвестировать И давно уже на них либо заработать Либо сидеть дождаться своей прибыли А не просто там бесплатно искать каких-то халявных методов Эрдропов там, либо одной-две монет Которые вас озолотят Ну, такого не будет Я об этом рассказывал, в том числе и в своем телеграм-канале И в роликах на ютубе Короче, ребят, не грузит почему-то нихера В общем, по поводу остальных проектов Я, не знаю, я попытаюсь, конечно, сейчас досмотреть Но лагает вообще просто по-лютому Ну, то есть, тоже, видите, смысла инвестировать никакого нет Там, я вот просматриваю эти проекты один за одним И, по большому счету, такого что-то прям интересного Это не мана, это, если что, маха называется он Ну, тоже, видите, тупо их сливают после преселлов То есть, вообще, не, ну, там, единицы, может быть, какие-то вернутся И как-то выстрелят Но, по большому счету, это тупо скам По большому счету и крах каждого из этих проектов Потому что, ну, потому что я вижу Никакой абсолютно ни перспективы, ничего Просто дампятся и сливают То есть, никому они нахер не нужны И насрать какая-то технология, насрать какой-то фундаментал Новости вообще это значение не имеет Ну, локальная хаи, кто откупал дно, можно сейчас фиксануться В покупке, понятное дело, смысл лезть Никакого не имеет Поэтому, ну, ребят, хотите там искать какую-то халяву Какие-то там быстрые способы заработка Ну, вот, в принципе, конечно, на преселлах можно хорошо заработать Там и сотни, и может даже тысячи Но риски, опять же, такие сверхвысокие, понимаете А кто желает вообще, типа, ничего ты не потеряешь Ну, ребят, ну где вы такое видели? Тем более в высокорисковых инвестициях Ну, это же бред же Ну, бред, конечно, бред Поэтому надо закладывать риск Ты либо закладываешь риск с помощью бабла Либо с помощью вкладываешь время Понимаете, и то, как бы, проект может не окупиться Поэтому Я вот этого вообще никогда не понимал И не понимаю вот этих халявщиков Которые ждут, что, сука, найдут они там Одну-две монеты, блять И заработают, и будут потом сидеть И нихера не делать всю жизнь Ну, это, типа, абсолют счастье Или что? Окей, даже если ты там Посидишь, нихера не поделаешь Не, ну, вот я понял Большинству людей, им достаточно Вот я смотрю на окружающих людей Вообще там, ну, там, не важно В странах СНГ вот в целом Такая почему-то идет Менталитет такой, что вот они Особенно вот Ладно, там у пенсионеров Я еще могу понять Они там свое-то уже отработали И прожили Но большинство людей Даже каких-то молодых Парней там Девушек там и так далее Ну, ладно, девушек там У них задача совсем другая Там создать семью, да Родить ребенка Но, то есть, мужиками даже не поворачивается Язык назвать Потому что большинство просто сидят И ждут какой-то халявы Просто там развлекаются Сидят, воздух сотрясают Языками чешут и все И ничего не делают То есть, им, их все устраивает Понимаете? Ну, ради бога То есть, ну, меня не устраивает Допустим, я хочу добиваться чего-то большего Ну, по проектам я ничего не озвучу Потому что, как мы видим Тупо их сливают Я уже по инерции хочу уже досмотреть Все эти проекты Так как я уже сказал Что я посмотрю все вот эти 50 Но, сука, оно так лагает У меня ноутбук, во-первых, тут колотит Эти кулера Но он ультра горячий Вот я его сейчас трогаю Вообще ультра жесть Но Непонятно почему Как мы видим Ну, ноутбуки, что я могу сказать Очень классные на текущем тапе В кавычках, да То есть, и дело даже не в этом ноутбуке Ацер, который я взял Там или Асер Вот, хотя я бы сказал бы Это высер, а не Асер, блядь Потому что, ну Потому что я вижу Отдал я за него, кстати, по-моему Не помню сколько Но около 800 баксов Что-то такое Я уже озвучивал на стриме Поэтому Не то, что я там хвастаюсь Да нет Я считаю, что это Тупо выброшенные деньги Конечно, он мощный Сам по себе Да, он тянет Но Потому что я вижу Запущено там пару вкладок В Google Chrome И ОБС И все Он уже лагает Он уже греется И все уже Там хана Ну, не знаю Это типа ноутбук современный 21-го года Причем я его брал Вот Humans То же самое Смысла здесь нет Ну, давайте уже добьем Последние монетки Которые тут остались Mint какая-то монета Mint Club Да, я так понимаю Паблик Mint Какой-то Ну, то же самое Видите, тоже дампится Тут заодно Смысла заходить нет Давайте глянем Бланк Бланк это пустота С перевода на английский Ну, давайте досмотрим Уже последние монеты Есть ли смысл в них инвестировать Ну, как мы видим Все вот Последние проекты Что я смотрю По большому счету Перспективы Никакой не имеют И после Пресела Я уже неоднократно говорил Что Тупо их сливают И Вы думаете Кто-то инвестирует В технологию, ребят Ну, это же просто смех Какая там технология Какие там Блокчейны Там и так далее У всех суть заработать И у тех же Крупных дядь Толстосумов У них Цели одни и те же Что и у нас Понимаете То есть 99% Криптоэнтузиастов Да, якобы Криптоэнтузиазма Вмиг рассыпется 99% Людей уйдут Если они увидят Что здесь нету Таких иксов Любовь Такие же иксы Как на фондовом рынке Вот и все Поэтому Насрать всем Абсолютно На эту технологию И вот эти вот сказочки Что типа А ты видел Какая там технология Ты что Да пофигу Какая там технология Если вижу Что проект мертвый То какая бы там Не была технология Вот у каждого Вот задумайтесь Реально у каждого Из этих проектов Есть там И была какая-то технология И что Ну и понту То есть и понту С этой технологией Какой смысл Гляньте Их тупо сливают И все Всем насрать На эту технологию И каждый же проект По своему уникален Да Ну какие-то повторяются Понятное дело Большая часть Они повторяют Друг за другом Но Все равно что Есть какие-то уникальные Все равно решения И Какие-то уникальные проекты Но никому они не нужны Всем пофигу Все просто зарабатывают бабки Сливают их на пресейле Либо после листинга Там закупили Заработали Поспекулировали И все И вышли Всем насрать Абсолютно На эти технологии А вот эти басни Что типа Если есть технология То значит Это стопроцентная гарантия Считай Либо прям Лютейшая гарантия Может быть не стопроцентно Но большая гарантия Того что проект выживет Да может быть и так Но Терра луни Это помогло Да нет Не помогло Ну то есть И понту С этой технологией Все тоже говорили Низкий риск Там долгосрок И так далее Чуть ли не на 5-10 лет Ну и что Вышли крупные дяди Увидели что медвежка Захотели забрать бабки И все Слили Дали инсайт инфу Своим приспешникам Которые В их окружении находятся И все Ну то есть И понту То есть И насрать на эту технологию Понимаете Вообще не имеет значения У биткоина Какая у него технология Да никакой По большому счету Какую пользу он несет в мир То есть Все равно там какие-то Комиссии за транзакции Имеются у нас Переводы бывают Все равно по несколько часов Понимаете Да сейчас там За счет того Что там и lightning network И все дела Там и остальные Какие-то Моменты пропускной способности Не повышают Ну по большому счету Ребят Ну какое реальное Применение крипты В реальной жизни Никакое То есть Как платежное средство Ну это же смешно Прикиньте То есть До этого Какая-то Вот прикиньте Какую-то из этих монет Как платежное средство Она стоила год назад Там Вот столько А сейчас она упала Почти на 100% Это платежное средство Серьезно Ну это же просто смех Даже те Я понимаю Что те же там Какие-то валюты Они в том числе Обесцениваются И инфляция Того же доллара США У нас там 8% А тех же там Гривны И там рубля Они получаются Около там 14-15% Даже может быть 17% И гривна сейчас Вообще-то может Обесцениться Очень жестко Так же как и рубль Поэтому Ну Ребят Я не знаю Вы реально Либо в таких иллюзиях Сидите Что ждете Какой-то халявы Каких-то гарантий Блять Тем более Высокоисковой теме Но вот реально Ну это смешно То есть я думаю У меня адекватная Здравомыслящая аудитория Которая все это понимает Но мне просто реально Смешно с тех людей Которые искренне верят Что действительно Есть какие-то гарантии Что типа если Легенда Легенда Это просто сказка Понимаете Сказка И предоставление того Что проект может Предоставить там И так далее Это же не значит Что они будут выполнять А многие говорят А ты видел там Дорожную карту А ты видел там то А то видел там все Да насрать Абсолютно ребята Если захотят заскамить проект Они могут сделать это В любой день Вот так вот По щелчку пальцев И до свидания И пофиг там На дорожную карту На фундаменталы И как бы они там Не раскручивались Но большинство этого Не понимают И соответственно Они не хотят Не хотят этого видеть Этих реалий Потому что Ну халявы нет Ребят И суть в диверсификации Что подбирать проекты В цену уже все заложено То есть я даже Ничего не говорю Сейчас по поводу Проектов Которые я смотрю Потому что Ну смысла никакого нет Вот мы отсмотрели Сколько проектов 50 штук И по большому счету Годных из них Там парочку И то Скорее всего Они соскамятся Поэтому ребят Будете искать халяву Ну ее нету Как бы Вот реально Я озвучил офигенную мысль Вчера Что людям проще Вот реально Работать на работе Таицы там 40 лет Или всю жизнь Да Или там Пускай даже 5 лет Даже взять 5 лет Искать халяву Вместо того Чтобы взять Одно направление И посвятить ему 5 лет И стать в нем Профессионалом И зарабатывать Сверхприбыль Понимаете Людям проще Всю жизнь Искать халяву Чем просто Разобраться В каком-то направлении Пускай даже В одном направлении Не получится Получится в другом Пускай даже Взять несколько направлений Ты сможешь Стать профессионалом Но не Это тяжело А сидеть И искать халяву Всю жизнь Да Ну это же проще Конечно Но халявы нет Поэтому Удачи тем людям Что я могу сказать Поэтому такие мысли Такие дела Всем удачи Всем пока Много ценных мыслей Здесь озвучил Кто досмотрел до конца Дослушал Лайк Коммент И соответственно Жду вас в следующих роликах У себя на канале